В Казахстане вступил в силу приказ о предельных розничных ценах на бензин и дистопливо. Демпартия Акжол предлагает проработать компенсационные механизмы. Партия Акжол требовала раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана, но правительство отказалось раскрывать эти контракты. В Мангастауск области наблюдается дефицит более 200 врачей. В регионе востребованы врачи общей практики и педиатры. Как решать вопрос местные власти? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагает проработать компенсационные механизмы для малообеспеченных семей и производителей социальных товаров. Акжол считает, что правительство подошло к данному вопросу половинчато, не просчитав последствия роста цен в цепочке стоимости, прежде всего тарифов на коммунальные услуги и цен на сельхозпродукцию и социально значимые товары для населения. При таком подходе повышение цен на ГСМ больно ударит по малообеспеченным слоям населения, а также по сельхозпроизводителям и малому бизнесу. Поэтому партия предлагает следующее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проработать вопрос введения фиксированных тарифов для производителей социально значимых товаров для населения. Это продукты питания, лекарства, одежда и обувь. Отдельным вопросом стоит структура ценообразования ГСМ, отметили ахжоловцы. К примеру, в России стоимость сырья в литре бензина составляет 12%, а 69% налоги и акцизы. То есть на топливе прежде всего зарабатывает местный бюджет. В Казахстане же стоимость сырья в цене на бензин 58%, а налоги составляют лишь 15%. То есть у нас от повышения цены выигрывают нефтяные компании и посредники. А повышение скажется на уровне жизни простых граждан. Конечно, это логично, что все подорожает, потому что перевозка товаров, естественно, в цене вырастет для тех, кто доставляет товары в магазины. Я сама ощущаю, хотя я считаю, что у меня средний уровень достатка, но я сама ощущаю, что сейчас для меня это становится все более и более недоступно. Как продукты, так и бензин. А вот власти говорят, что они хотят приравнять к российским ценам, поскольку вывозят наше топливо туда. Вы верите вообще в это? Я думаю, что это не совсем правдивая информация. Ну, то есть не стоит ориентироваться, по крайней мере, на цены, которые в России. Мы должны найти какой-то другой вариант, как урегулировать вопрос вывоза, но чтобы это не влияло на граждан именно нашей страны. Оно будет в любом случае ощущаться. Каждому водителю. А другие продукты, то, что на бензине переводится, тоже подорожают? Да, ответственно, все подорожает. И как вы? Ваши намерения, ваше мнение? Какое может быть мнение? То есть вы по-любому? Категорически против себя, но никуда же не денешься. От нас мало чего зависит. Как скажут, так и делаем, получается. Очень отрицательное мнение. Еле-еле концы с концами. Зарплата 200 тысяч. Вот, заправку хватает, обслуживает. Ну, машина со старых времен дорогая. Но на житье ничего не останется. Продукты все вырастут снова. Все услуги вырастут. Ага. И ваше мнение теперь? Они говорят, что, мол, россияне вывозят. Ну, я считаю, что надо поставить заслоны на границе. И все. Почему нельзя ограничить вывоз? Это, я считаю, не оправдание. У нас своя нефть, свои заводы, как говорится, хоть и частные. Но я считаю, можно держать старые. Ну, никто нас не спрашивает. Теперь главное, чтобы не поползли вверх цены и на другие товары. Ведь Тухаев поручал Кабмину снизить инфляцию в два раза. Если же это произойдет, то правительству придется выкручиваться и искать решение новой проблемы. Ведь, как мы знаем, в Казахстане постоянно что-то дорожает. И причины почти всегда извне. Сначала винили кризис, потом пандемию, далее геополитическую обстановку, теперь вот соседние страны. Бауржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Партия Акжол требовала раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана. Это Карачаганак, Тингис и Кашаган. В ходе референдума была введена норма, что земля и ее недра и другие природные ресурсы принадлежат народу. Но правительство отказалось раскрывать эти контракты, ссылаясь на возможное нежелание инвесторов. Получается, от народа, который теперь стал хозяином недр, чиновники хотят скрывать информацию, как этими недрами распоряжаются иностранные компании, заявили в партии. Местный нефтяной рынок по большой своей части принадлежит иностранцам. К таким печальным выводам можно прийти после анализа, проведенного с Союзом нефтесервисных компаний Казахстана. Каз-сервис выяснил, что доля Казмунагаза в нефтедобыче всего лишь 26%. Остальные запасы сырья качают иностранные компании. Надо отметить, что три компании ТШО, Карашаганак Петролиум Оперейтинг и Норд Каспианг Оперейтинг Компани не поставляют нефть на внутренний рынок, когда другие производители обязаны поставлять не менее 30% добытого сырья на нужной страны, практически по себестоимости в 2-3 раза ниже мировых цен. То есть львиную долю прибыли нефтяные гиганты забирают себе. На сайте Орда Кейзет со ссылкой на международную консалтинговую компанию Вуд Макензи была опубликована информация, что от эксплуатации крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган Казахстан получает лишь 2% прибыли. Все остальное, а это 98%, забирают иностранцы. Если эта информация соответствует действительности, то становится понятно, почему они не хотят открытости. И еще механизм СРП стимулирует увеличение затрат при реализации проекта. В связи с этим нефтяные предприятия привлекают своих партнеров из числа сервисов компаний или аффилированной организации для оказания услуг. По сути, инвестиции консорциума переходят из одного их кармана в другой. Во многих странах мира налоговая нагрузка доходит до 70%. В Казахстане же обязательные отчисления не могут похвастать такими цифрами. Поэтому Ахжол предлагает следующее. Предлагается увеличить долю государства во всех основных нефтегазовых проектах. Демпартия Ахжол считает, что согласно новой норме Конституции, доля Казахстана во всех нефтегазовых проектах должна составлять не менее 51%. Кроме того, государство в лице контролирующих структур выставляет экологические штрафы. Международные консорциумы их оплачивают, а после сумма вычитается из налога. В итоге Казахстан дважды оказывается в минусе. Казна страны недополучает прибыль, при этом еще и экология региона страдает. А всему виной старые договоры на невыгодных для государства условиях. Расклад, конечно, невыгодный для нас, но исправить ситуацию трудно. Аналитики полагают, что наличие иностранных партнеров нормальный процесс. Вопрос в том, на каких условиях эти партнеры работают. Боуржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Более 62 тысячам заемщиков одобрены изменения условия заключенных договоров по банковским займам и микрокредитам. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Это свыше 70% обратившихся граждан. Причем число закредитованных граждан не снижается. Как можно получить реструктуризацию кредита и что для этого нужно в нашем следующем сюжете. Более 93,6 тысяч заемщиков обратились в банки и микрофинансовые организации за изменением условий заключенных кредитных договоров. Это по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Данные за январь-февраль 2023 года. Свыше 70% из них получили возможность реструктуризации по займам в банки и микрокредитам. Нужно при этом помнить, что долго тянуть с просрочкой не стоит. Если у вас сложная ситуация, лучше всего обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где вы брали кредит. В заявлении надо указать причины и возможные варианты по погашению. Это может быть отсрочка, это может быть снижение платежей, ну то есть различные, которые удобны ему, как заемщику, варианты погашения. В свою очередь кредитор в обязательном порядке должен рассмотреть это заявление и предоставить ему ответ. Там может быть три варианта. Он может либо согласиться и принять предложение заемщика, либо предоставить свои предложения в изменении условий договора, либо отказать, но мотивированно отказать, то есть какой-то мотивированный должный отказ. По закону чуть больше двух недель уйдет на ожидание ответа и в течение 15 дней вам обязаны озвучить решение. Если не удалось договориться с кредиторами, необходимо обратиться в агентство. И приложить свое заявление кредитору, приложить его отказ и в дальнейшем уже специалисты агентства постараются между кредитором и заемщиком найти какой-то компромисс. Кстати, списанные долги физических лиц банкротов освобождены от индивидуального подоходного налога. Списанные обязательства после применения процедуры банкротства или восстановления платежеспособности не будут считаться доходом. А значит и налога по ним не будет. К слову, госпошлина при подаче заявления на банкротство составляет 1035 тенге. При реализации товаров, выполнении работы, оказании услуг физическому лицу, не удовлетворенных в связи с признанием такого физического лица дебитора банкротом, применяется вычет по сомнительным требованиям при исчислении КПН в налоговом периоде, в котором вступило законную силу определение суда о завершении процедуры банкротства, либо вынесено решение госоргана о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании должника банкротом. Также подтещик НДС вправе уменьшить размер облагаемого оборота на часть или весь размер сомнительного требования по реализованным товарам, работам и услугам таким лицам в налоговом периоде. Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области. Преступные действия совершали руководители среднего звена ТО «Богатырь» Курыма Кебастуза. Директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, которые на системной основе совершали хищение товароматериальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 миллионов тенге. Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Ее раскрыл департамент АФМ по Павлодарской области. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали. Данные лица задержаны, похищенные двигатели и коробки передач на грузовые автомашины изъяты. В связи с их полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых принято меры пресечения в виде домашнего ареста. По данному факту досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. На 36 миллионов тенге оштрафовали в октябре руководителя отдела медико-социальной экспертизы. Чиновница брала у инвалидов взятки за прохождение экспертизы. За определенную сумму горожане получали нужную группу инвалидности. Подробности скандала в материале Лайла Уесовой. Взятки за продление инвалидности брала чиновница из отдела медико-социальной экспертизы. Шесть октябринцев отдали ей в общей сложности 800 тысяч тенге. Кроме этого, женщина получила 250 тысяч тенге через врача-эксперта за установление инвалидности третьей группы человеку, которому она не полагалась. Обе обвиняемые оказались на скамье подсудимых. Суд учел их чистосердечное раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и на работе, а также добровольное возмещение причиненного ущерба. Приговором суда за получение взятки руководителю отдела медико-социальной экспертизы назначено наказание в виде штрафа в сумме 36 миллионов 750 тысяч тенге. А врачу-эксперту за посредничество назначен штраф в сумме 2 миллиона 500 тысяч тенге. Кроме внушительного штрафа, подсудимых пожизненно лишили права занимать определенные должности. А в адрес руководства Департамента по контролю и социальной защите суд вынес частное постановление. Лейла Уэсова, Жумар Судобергенов, телеканал ТДК-42, Актубе. Закладчик синтетических наркотиков задержан в Актубе. Сотрудниками патрульной полиции получен вызов о том, что в одной из съемных квартир по улице Братьев Жубановых квартира съемщик находится в неадекватном состоянии. Прибывшему на ряду полиции дверь открыл 23-летний парень, который, увидев полицейских, выбросил рюкзак в окно. В ходе осмотра места, куда упал рюкзак черного цвета, внутри него обнаружены 267 зип-пакетов с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой черного и синего цвета. Также изъяты электронные весы, три респиратора и медицинские перчатки. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 и части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники компании пассажироперевозчика возмущены регулярной задержкой зарплаты в Уральске. По их словам, водители и кондукторы вот уже несколько месяцев подряд получают зарплату на несколько дней позже положенного времени. Данная проблема возникла с введением электронного способа оплаты за проезд, говорят работники автобусного парка «Оралавтотранс». Во всех подробностях разбирался наш корреспондент. Около 20 человек собрались возле автобусного парка «Оралавтотранс». Это водители и кондукторы автобусов номер 13 и 20, их жены и дети. Главная причина собрания перед рабочим местом – задержка заработной платы. Вот уже третий месяц работники получают деньги позже положенного времени. Вот уже, получается, как второй месяц, да? Да, второй месяц мы уже зарплату, или даже третий, получается, даже месяц мы уже зарплату не получаем. Все вроде автобусные парки получили, мы что-то не получаем пока. Не знаю, когда это будет. И получается, каждый 10-го числа, по договору мы должны получать, да? А получается, мы февральскую получили в марте 22-го. Наша съемочная группа попыталась зайти к руководству автопарка, но идти на диалог они не согласились. Дверь с табличкой директора захлопнулась прямо перед нашим носом. Чуть позже к месту событий приехал руководитель городского отдела ЖКХ Азамат Хлелов. Сначала диалог начался довольно в грубой форме, ведь у каждого из этих водителей есть семьи и дети, которых нужно кормить. Кредиты и ипотеки, которые нужно выплачивать вовремя. Я слышал о вашей проблеме, на это есть несколько причин. Безусловно, я не оправдываю компанию работодателя. В целом, данная автобусная компания субсидирована. Можно сказать, что для частной компании это неприбыльная работа, поэтому они получают субсидии от Экимата. В нашем городе есть шесть автобусных парков. Мы выделяем субсидии для всех. В начале года в бюджете бывают проблемы с нехваткой денежных средств. Как я понял, зарплату за февраль вы получили только в марте. В данном случае автопарк не виноват. Все зависит от бюджета и его поступления. Я только сегодня подписал документы о выдаче денег и отправил вашему руководству. Сегодня вечером им поступят деньги. Зарплату вы получите завтра. На вопрос, почему другие автобусные парки уже получили заработную плату, чиновник ответил, что в тех случаях компании выплачивают задержку из своего кармана. В данном случае руководство компании не в силах сделать так же, отчего рабочим приходится ждать. Азамат Халилов пообещал, что на следующий день работники получат обещанную зарплату. Дана Керимбаева, Айбулла Джигапар, Александр Грабрыев, телеканал ТДК-42. 79 нарушений в рамках организации дорожного движения выявлено при школах Уральска. С 27 марта по 10 апреля текущего года проведена акция «Безопасность детей на дорогах», целью которой стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе акции было обследовано 379 школ, после чего для устранения выявленных недостатков в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог выданы порядка 80 предписаний. Кроме того, выявлен ряд нарушений правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах» выявлено 740 административных правонарушений правил дорожного движения, в том числе нарушение правил проезда перекрестков 88, нарушение правил проезда пешеходных переходов 84, нарушение правил перевозки детей 30, в том числе неиспользование детских удерживающих устройств на передних сидениях автомобиля 10, нарушение правил остановки маршрутных транспортных средств 60 и нарушение правил дорожного движения пешеходами 472 факта. 139 раз за 10 дней нарушил правила скоростного режима житель Уральска. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере около 4 миллионов тенге. Злостного нарушителя ПДД удалось задержать в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бурышкер». Как стало известно, мужчина, пользуясь тем, что у него авто марки «Лада Гранта», нет казахстанской регистрации, передвигался по городу, нарушая все возможные правила и надеялся на то, что его автомобиль не смогут вычислить по базам и он останется безнаказанным. Кроме этого, оказалось, что Лихач вообще не имел права управления транспортным средством. Сотрудниками полиции была задержана автомашина марки «Гранта», «Лада Гранта», зарегистрирована Российской Федерацией, которая в течение последних 10 дней нарушила три правила дорожного движения, то есть неоднократно нарушал скоростной режим 139 раз на общую сумму более 3 миллиона 800 тысяч тенгей. В настоящее время данные транспортные средства во дворина на штрафстоянку проводятся в проведении мероприятия. В Мангестауск области наблюдается дефицит более 200 врачей. Квалифицированных специалистов особенно не хватает в районных, отдаленных от областного центра. Сейчас в регионе востребованы врачи общей практики и педиатры. Как решают вопросы, расскажет наш корреспондент Айдана Каримова. На 2000 жителей в селе Бустан Каракьянского района только один врач. Это стоматолог Уразгуль Имандиева. Сельчане в связи с отсутствием медработников вынуждены обращаться к ней как при зубной боли, так и при головной. Единственному врачу в селе в сложных ситуациях нередко приходится вызывать на подмогу врачей из Ахтау. Амбулатория у нас есть, но специалистов не осталось. Врачи уезжают, предыдущий тоже надолго не задержался. Несмотря на то, что его пытались заинтересовать, обеспечили жильем. Основная специальность единственного врача в селе Уразгуль Имандиевой – врач-стоматолог. Однако в отдаленном селе врач взяла на себя работу терапевта и педиатра из-за нехватки кадров. Я стоматолог, но из-за того, что сейчас в нашем селе я единственный врач, мне приходится быть и терапевтом, и педиатром. Время от времени к нам приезжают врачи, но ненадолго. Все возвращаются в город. Ни одного врача не осталось в селе Булашак, где проживают около 700 человек. За медицинской помощью людям приходится ехать за 150 километров в Жанаузе. В областном управлении здравоохранения подтвердили – в регионе дефицит врачей. Не хватает 228 специалистов. Больше 100 вакансий – только в Ахтау. Чтобы исправить ситуацию, стали подписывать долгосрочные контракты с медицинскими работниками. На долгосрочные контракты предусматриваем 150 миллионов тенге. Хотим сделать их как минимум на 5 и максимум на 10 лет. Мы также обеспечим жильем специалиста, который подпишет этот контракт. Однако он должен проработать здесь не менее установленного срока. Общий показатель обеспеченности медицинскими кадрами, например, в Астане и Алматы, составляет 56%. А в Магисталской области он в два раза меньше. Местные власти тоже подключились к решению проблемы. Выделили дополнительные гранты на подготовку врачей. Если в прошлом году за счет бюджета обучалось 157 человек, в этом году поступить бесплатно смогут 175 абитуриентов. В целом, проблему дефицита кадров в этой сфере планируют полностью решить в ближайшие три года. Айдана Каримова, Мухалин Ртаулетов, Аслабик Абекенов, телеканал ТДК-42, Магисталская область. 14 уголовных правонарушений зафиксировано по фактам незаконного приобретения хранения сбыта сайгаков и их дериватов с начала текущего года в Западно-Казахстанской области. По правонарушителю было обнаружено и изъято свыше 500 штук рогов животных. Из-за увеличения популяции сайги на законодательном уровне обсуждается вопрос разрешения отстрела этих животных. С начала текущего года в Западно-Казахстанской области в результате 14 уголовных правонарушений по факту приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, перевозки незаконно добытых сайгаков или их дериватов у правонарушителей обнаружено и изъято свыше 3,5 тысяч штук рогов сайгаков. Ведутся следственные мероприятия. В 2022 году было возбуждено 27 уголовных дел. У правонарушителей было обнаружено и изъято 548 штук рогов сайгаков. Судами было поддержано исков на общую сумму 285 миллионов тенге. С 15 апреля по 15 мая текущего года в республике проводится широкомасштабная природоохранная акция сайгак. В этот период запланирован мониторинг животных. Сегодня до 97% сайги обитает на территории Казахстана. Остальная часть редких животных приходится на территории России и Монголии. Общая численность сайги в республике составляет 1 миллион 318 тысяч уголов. Из них уральская популяция составляет 801 тысяч уголов. Западным региональным филиалом охотзоопрома на территории Западно-Казахстанской Атараусской областей подписаны совместные планы с Департаментом полиции, КНБ и Республиканской охотной общиной «Консонар». Проводятся специальные мероприятия по охране природы. Из-за большой численности животных на уровне законодательства сегодня намерены разрешить отстрел сайгаков. Но только для научных целей. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Министерства экологии. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. С 10 апреля текущего года на территории Казахстана проводится акция по выкупу у населения огнестрельного оружия. Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, выплачивается денежное вознаграждение. О том, за какую сумму можно сдать оружие и о его дальнейшей судьбе, расскажет наш корреспондент. При сдаче холодного оружия учитывается их техническое состояние по трём категориям. Первая категория – абсолютно новый или в отличном состоянии. Ко второй категории относятся оружие в хорошем состоянии, но имеющие некоторые дефекты. И последняя, третья категория – это непригодное для дальнейшего использования оружия. Оценочная стоимость одной единицы доходит до 345 тысяч тенге. Но есть и отдельные случаи, когда оружие не подлежит сдаче сотрудникам полиции. Первая – это непризнанные на основании заключения криминалисты-специалисты огнестрельное оружие. Вторая – состоящая на учёте ИБД, МВД, РК – это по категориям криминальное оружие и зарегистрированное оружие. Третья – это самодельно изготовленные боеприпасы. Четвёртая – патроны галакосвольному, газовому и травматическому оружию. Сдав оружие, добровольно вы освобождаетесь от уголовной и административной ответственности. Весь собранный артенал отправляется в печи арматорного завода. Сегодня в ТО «Казармопром» произведено уничтожение 92 единиц оружия путём переплавки. Из них 76 единиц – гладкоствольное оружие, 10 – газовое оружие, 1 обрез, 3 единицы пневматического оружия и 2 единицы сигнального оружия. Сейчас мы находимся на арматурном заводе. Сотрудники полиции привезли сюда 92 единицы холодного оружия, из которого выйдет 150 килограмм металла. В дальнейшем из этого металла можно будет сделать различные сооружения для города. В рамках поручения главы государства в Западно-Казахстанской области запланирована посадка деревьев до 2025 года на площади 3220 гектаров. На 592 гектарах работы по озеленению должны пройти весной, осенью деревья появятся на 2628 гектарах. В целях реализации намеченных планов лесохозяйственным подразделением Янайкин было высажено саженцев на 28 гектарах земли. О возрождении лесного фонда далее в сюжете. В Казахстане по поручению главы государства реализуется масштабный проект увеличения лесных площадей. На западе страны разработали комплексный план по воспроизводству лесов, рассчитанный до 2025 года. По словам специалистов, в 2023 году планируется высадить 11 миллионов 800 тысяч саженцев. В соответствии с поручением президента по посадке двух миллиардов деревьев в нашей области запланирована посадка 3220 гектаров, в том числе 592 гектара в весенний период и 2628 гектаров в осенний период. В настоящее время лесохранными учреждениями области проведена посадка на площади 96 гектаров и дополнение на площади 70 тысяч гектаров. Всего в Западноказахстанской области насчитывается 8 лесных хозяйств. В ходе данных работ на территории Янайкинского леса на площади 28 гектаров было высажено 13 тысяч 300 саженцев. Если за саженцами будет надлежащий и правильный уход, то через 15 лет голая степь превратится в густой лес. Уральским государственным учреждениям по охране лесов и животным мира ежегодно производится посадка лесов. В 2023 году, согласно плану, посадки лесов 505 гектаров составляет. В 2024 году 620 гектаров и в 2025 году 751 гектар планируется высадить. При реализации планов возникает проблема. Старая техника, к примеру, единственная лесопосадочная машина здесь, была куплена в 1971 году. Стоит отметить, что на эти цели в текущем году из областного бюджета выделено 801 миллион тенге. На приобретение 52 единиц необходимой техники и оборудования. Сейчас более-менее начала поступать тенденция к улучшению лесного хозяйства. То есть, внимание начали обращать на сферу лесного хозяйства. Начала поступать и техника. С июля месяца, вроде бы, обещают нам, заложили уже, что будет увеличение. Согласно планам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в этом году в стране планируют посадить около 130 миллионов деревьев. А за пять лет число саженцев должно достигнуть 2 миллиардов. Такое поручение было озвучено в президентском послании. На эти работы из госказны выделят более 80 миллиардов тенге. Дана Киримбаева, Айбулла Джекапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Коротко о погоде. Осадки в виде дождя и града ожидаются в Западно-Казахстанской области. Как сообщают синоптики западно-казахстанского филиала Казгидромета, в ближайшие дни в области ожидается похолодание и осадки. Ночью столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Днем средняя температура воздуха составит 10 градусов тепла. 14 апреля на большей части территории области прогнозируется дождь. Днем на севере-востоке области сильный дождь. Ночью на юго-западе области гроза град. Ветер северо-восточный-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью на северо-западе днем в северной половине области 15-20. Порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла. Днем 8-13. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Азиамол на первом этаже. Азиамол на первом этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова